Я как-то хочу, наверное, по-гештальтистски искренне предъявиться, что я, наверное, волнуюсь. Не сильно это пока осознаю, но пока готовилась к докладу, а времени было много. Спасибо Ане Бычковой, она начала подбивать еще в апреле. И я хотела, изначально, думаю, учитывая свой бизнес, медицинское прошлое, я такой сделаю красивый доклад в парфойте с картинками, как-то так, ну, в общем, вот. Потом энтузиазм у меня утих, и я решила как-то по-простому пойти штатистки. И тема, которая меня волновала еще до лета, это вот тема была заряжена на нашем интенсиве, я утипа ОРГУ, тема, связанная с философом, сейчас я обычно запинаюсь на этой фабрии, и патриаром про симулякры, в общем, если так общее говорить, про подлинность, истинность, искренность, про то, как устроена наша современная цивилизация, каким образом мы совершаем обмен, и как мы на это делаем, про в связи с темой психотерапии, то есть если я работаю с собой, насколько я искренне, как я работаю. Это был такой больше научный доклад, а потом произошло событие, которое, в общем-то, меня определило в теме доклада. Ну, я расскажу такую короткую историю на интенсиве, скорее, как некоторую метафору. На одном из интенсивов, на котором я была, с участником интенсива случилось такое обострение, ну, скажем так, паническая атака на фоне соматического заболевания. И, ну, поскольку я была тренером этого интенсива, я в прошлой своей идентичности, в раз врач и психиатр, обратились ко мне, и, в общем-то, я с коллегами-психиатрами занималась этим мальчиком. И как-то эта ситуация очень сильно меня включила. Ну, вот реально как-то впечатлила, потому что там был терапевт, были организаторы, кто-то там переймался этим мальчиком, кто-то нет. Я включилась очень сильно и началось все задавать вопросы. Ну, вообще, за что я могу отвечать, за что я хочу отвечать. Потому что мальчик, по итогу, конечно, не умный. То есть это там не психоз, это не тяжелое состояние. Но по факту, когда все уходили на интенсивном, там на нейролептиках лежал один дома в комнате, совершенно один в гостинице. Он приехал туда в кризисе, без опыта психотерапии, не сильно понимая вообще, чего он туда приехал и что здесь не будет, и остался там совершенно одинокий. И я, в общем-то, по несколько раз в день ездил его проведать. И я вот тогда начала задумываться, пыталась эту тему запустить на тренерском сборе вообще, каким образом делать это всех клиентов, не делать это всех клиентов, кто несет ответственность, там, вот я приглашаю выпускного своего клиента или студента на интенсив, как я могу им вообще в полной мере рассказать, что-то будет происходить, и как вот я за это отвечаю. Вот. И я набрала тут, даже половины не взяла, там зашла Страсбургская декларация, Этический кодекс психотерапевта, там еще потом, если время останется, там про что такое этика, что такое ответственность. В общем, перелопатила очень много статей, не нашла какого-то такого одного ответа, и скорее вот мой, не знаю, доклад или мои размышления, это связано с тем, что у меня нет конкретного ответа. Я тут вспомнила еще одну историю, ну, которая тоже может быть как метафора. В пору моей экстремальной юности, когда я перепробовала все, что могла, потому что в голове не хватало, это, значит, такая история, 91-й год, я отдыхаю на море, там все на Пласточкино гнездо, если кто-то знает, знаком, мне там 20 лет, знакомлюсь с какими-то ребятами афганцами, он говорит, слушай, ну ты там классно плаваешь, у нас есть аквалон, хочешь поплавать? Она говорит, тебе аквалон, ласты, мы тебе пару грузиков прицепим. Я говорит, вот давай, максимум 10 метров, вот так вот надо продураться. Говорит, у тебя на 20 минут кислорода в полоне есть? Давай. И я одна, ну, я не знаю, кто занимался подводным плаванием, я потом, когда получала сертификат, я вообще их и делала. Одна, с аквалангом, не пройдя никакого обучения, без запасного баллона, без ничего, плавала, минуточку внимания, под причалом Ласточкино гнездо. Плавала, смотрела, катера приходят, винтик вертится, люди ходят. В общем, я там 20 минут поплавала, и все было хорошо. И я вот, когда готовила этот доклад, подумала, что это вот как некоторая такая метафора. А сейчас, если бы мне кто-то предложил, я бы покрутила пальцем у виска, потому что все, что можно было нарушить, было нарушено. Но спроси меня, жалею ли я об этом? Нет, это было одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Я там заразилась подводным плаванием, мне так это понравилось. Я не осознавала, конечно, последствия. Но вот я рассказываю это как метафору своей психотерапевтической практики. Если моя предыдущая идентичность или еще теперешняя идентичность врача-психотерапевтка, который невольно все-таки ставит диагноз и собирает анамнез, но все равно, как бы я ни училась гештальту, когда ко мне приходит клиент на психотерапию, я несколько встреч, ну, который настроен на несколько встреч, я все равно собираю анамнез. Я спрашиваю, как он рос, с кем он жил, как у него родители, есть ли братья и сестры, как он рождался, какие у него соматические заболевания, куда он ходил. Ну, в общем, я собираю все равно анамнез. То есть я, может быть, это какая-то трусость и мои ограничения, но я не могу работать с клиентом, если я не понимаю вообще какой-то поле, в котором он сюда пришел. Я понимаю, что это проявляется здесь и сейчас весь опыт, который у него есть, но все равно я этот анамнез собираю. И тогда я стала задавать себе вопрос, является ли это для меня ресурсом или является это для меня каким-то ограничением. Потому что я иногда, ну, завидую, когда слушаю рассказы коллег, ну, похоже, как-то это с возрастом связано или с другой парадигмой, в котором было образование. Вот вроде тогда у меня меньше риска, что ли. Ну, то есть если я начинаю осознавать все возможные последствия, то тогда я вроде как теряю свою свободу. Ну, то есть у меня, не знаю, страшно становится, что ли, рискнуть. Я вот, кстати, еще Туди рассказывала, тоже когда лопатила литературу, Кирки Гора нашла в книжке, мне очень понравилось, страх есть обморок свободы. Вот как-то так вот, ну, для меня это так представилось. Ну, тогда возвращаясь к тому, что если я очень много знаю и за все берусь отвечать, то тогда я начинаю терять свою свободу, ну, начинаю тогда терять свою свободу, и тогда является ли это ограничением для клиентов. Потому что иногда, опять же, на том же интенсиве у меня в группе было несколько человек, которые были с психиатрическим анамнезом в семье, и там два человека сидели на антидепрессантах, на препаратах. Я подумала, я бы, наверное, на их интенсив не пригласила, я бы не рискнула, да. А по интенсиву, вроде как интенсив оказался им полезным. Ну вот, и тогда для меня вопрос, как вообще вот этот вот выбор делать? Ну, собственно, вот, наверное, это основное, что мне хотелось бы сказать. Единственное, что я бы еще, может быть, ну, в таком коротком, конечно, докладе, я бы еще, может быть, читанула, для меня было открытием про этику. Вот, то, что я накопала, буквально там, в ЗАЦИК. Ну, сразу же, что декларацию не буду. Вот, для меня, я удивилась, я как-то не знаток древности, что первоначально смыслом слова это было совместное жилище и правила, порожденные совместным общежитием, нормы, которые сплачивают общество, и преодоление индивидуализма и агрессивности. И по мере развития к этому добавилось изучение совести, сострадания, дружбы, смысл жизни и самопожертвования. То есть это то определение, которое дает Википедия про этику. Я как-то про совместное жилище, про совместное жилище у меня было таким открытием. Я не знаю, как, да, да, вот. И тогда еще, ну, про ответственность, если, ну, про, про определение ответственности, ну, скажем так, я хочу поделиться своими раздумьями и, может быть, немножечко нарушить правила, сделать доклад чуть короче, но мне бы хотелось поговорить, поскольку у меня нет конкретного ответа на эти вопросы, то мне бы было вот интересно больше послушать какое-то ваше мнение или, может быть, ответить на какие-то конкретные вопросы свои. Ну, вот я еще про ответственность прочитаю, что это субъективная обязанность отвечать за свои поступки, действия, а также их последствия. Это личностная характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия своих действий или бездействия в этой ситуации, делать выбор формы своих поступков с готовностью принять последствия выбора, как неизбежные свершевшиеся факты. Ну, в общем, конечно, очень красиво, но сложно. А если по первозу каратенечка, то первоз буквально быть ответственным, то есть быть способным отвечать. Вот. Ну, и, наверное, я хочу закончить такую теоретическую часть цитаткой, которую я нашла вообще не в том месте у Толстого. Вот. У Толстого, которого, как став психотерапевтом, я перечитываю заново, и думаю, что это один из лучших вообще психотерапевтов и философов. Толстой в книжке «Война и мир» про войну и мир пишет, какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено, и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Вот такой мой монолог, мне бы хотелось этим закончить. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, и мне интересно послушать, как это делаете, ну, не знаю, как вы выбираете. Кого брать в терапию, кого не брать. Как экспериментировать с клиентом или нет. Что ему обещать, что нет. Как заключать контракт, там, не знаю, говорить ему про какие-то свои ограничения, или там, свои страхи и опасения. Рассказывать ему, чем занимается гештальтерапия, чем нет. Чем занимаетесь вы, как психотерапевт или, там, гештальтерапевт. Ну, вот я бы как-то с удовольствием поддержала, скорее, дискуссию на эту тему. И если у вас есть вопросы, я смогу, отвечу на него. Хорошо. Ну, что-то там где-то 15 минут, или на вопросы в таком случае. Ну, я с удовольствием. Есть ли у вас вопросы? Есть ли вопросы? Я просто так-то позволю, скажем так, задать вопрос. Есть ли, ну, какие-то однозначные противопоказания, ну, вот с твоей точки зрения, да? Есть ли однозначные противопоказания? Ну, вот, в терапию брать нельзя, с твоей точки зрения, ну, вот в твоей картине, да. Есть ли какие-то состояния, которые однозначно, ну, в которых психотерапия однозначно противопоказана? Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть ли какие-то типа отношений, которые однозначно нельзя спорить в психотерапии? Давай я отвечу на первый вопрос, а потом ты меня спросишь. Хорошо, окей. Ну, смотри, если говорить про мой опыт, я не беру диагностированных психических больных. Вот, хотя, смотря, смотря, ну, из большой психики. Из большой психики. Уже. И в фазе там ремиссии, скажи. Ну, у меня был, в фазе ремиссии, да, были, но, в общем-то, я не люблю этим делом заниматься. Ну, у меня сложно. Сложно, а потом есть Женя. Вот, и потом я бы еще сказала, есть два разных, для меня два разных вида терапии. Психотерапия поддерживающая, развивающая. То есть я понимаю, что если это больной, психически больной, или это, допустим, люди, там, скажем так, после 60-70, в основном, но не всегда. Да, это и, соответственно, берет клиента, и не берет собственных каких-то. Да, но здесь, здесь точно вот для меня как-то, и у меня был такой период, мне хотелось нравственно и морально, там, вносить какие-то правила на рынки психологических услуг. Я думаю, что тоже вы с этим сталкивались, там, допустим, программа «Московский гештальт-экстут», она дает хорошее образование, там, 4-5 лет, личные проработанности. Но есть психологи, которые получают второе высшее образование, там, за год, и идут работать с людьми. Люди просто не, вот это реально про ответственность, они просто не осознают своих ограничений и этой ответственности. И, к сожалению, ко мне достаточно часто, ну, так, пару раз в месяц такие люди доходят, как психиатры. Ну, это без образования, чудесно. Да, ну, то есть, ну, а с другой стороны, иногда это может оказаться чудом для какого-то клиента, именно в том, что, ну, вот то, что я знаю, только когда профессионал, условно, не осознает своих ограничений, идет какой-то на риск, и это оказывается прекрасно для клиента. Ну, тогда это лотерея, тогда для меня это, правда, вопрос ответственности. Вот он рискнул, клиенту повезло, а другой рискнул. Вот мне где-то тоже раз, один-два раза в месяц, скорее, присылают клиентов, которые уже пациенты, которых они как психотерапевтировали, а потом поняли, что им нужен психиатр. Они мне присылают и в клинику укладывают. И что интересно, обычно никто не звонит и не интересуется их последствиями. Ну, то есть, погрели, и все. На должной руки. Ну, да. А как ты думаешь, это этично с их стороны? Ну, ты знаешь, я не думаю, что, как это, не суди, не суди вы будете. Я бы так не сделала. Они, наверное, так могут. Я же не знаю, я никогда не знаю всех обстоятельств, с чем это связано и каким образом к этому приводит. Наверное, для меня я поняла, что бегать всем и доказывать и навязывать свои правила, это фитня полная. То есть, я для себя, я знаю, как я могу, как я понимаю свои ограничения, свои возможности, свои желания. И с этим я работаю. Ну, то со мной добро пожаловать, когда вы первые, кто нет, с этим ничего не поделаешь. Роман, а второй вопрос? Второй вопрос. Ну, вот, смотри, бывают же такие вещи, да, когда обращаются, ну, я, допустим, сталкивался, да, когда, ну, я, например, никогда не беру людей из одной семьи, да, то есть, я работаю или с семьей, или с кем-то из, с кем-то из семьи, остальных, вот, перед направлением коллегам. Вот, ну, для меня это некоторая такой, ну, некоторая граница, те, ну, то переплетение, те параллельные отношения, которые я не формирую. Ну, а как, ну, вот, допустим, в этой плоскости, как ты смотришь, есть ли, ну, еще какие-то параллели, ну, вот, параллели, какие-то плоскости отношений в жизни, которые, ну, у тебя не, ну, вот, которые, ты считаешь, неприемлемые в трактористической партии? Ну, поскольку у меня есть, во-первых, медицинское образование, такое серьезное, я считаю, плюс еще аналитическое, то там как-то с контрактами, с пересечениями контекстов очень серьезно. Я достаточно строго отношусь к этому, хотя в последнее время, находясь в сообществе, я к нему приспосабливаюсь, то есть не так жестко, совершенно-совершенно параллельно. Но я не, тех людей, которых я терапевтирую, я не беру в супервизию, не беру в близких родственников, с ними, да, ну, то есть не терапевтирую студентов, хотя у меня есть там вот два случая, когда у меня были клиенты, которые ходили в терапию, и потом они пошли учиться в программу. Ну, вот такое есть, и то это мне приносит дискомфорт. И бывает такое, что мои бывшие клиенты ходят там в терапевтическую группу, но для меня это всегда так со скрипом, какое-то такое очень взвешенное решение в зависимости от человека, потому что, ну, я знаю очень много людей, которые говорят, что могут разводить контексты, и я на это не способна. И мне кажется, с моей точки зрения, мне кажется, это неэтично, что я бы покопалась здесь за желанием самореализации денег, власти и чего-то еще. Возможно, есть такие люди, которые могут разводить контексты. Я в это не верю. Я в это не верю. У меня точно верю. У меня такое всемогущество. По крайней мере, есть еще вопросы. У меня любопытно же, а последствия, скажем, взять терапию в состоянии Денисея? То есть, у меня вопрос. Ну, да, по крайней мере. Ну, ты знаешь, у меня там будет в последний день на эту тему что-то предоткладут, короче говоря, что-то. И, если очень коротко, то я не думаю, что человек без медицинского образования, специального медицинского образования, понимает процессы, которые протекают у человека в постпсихотическом состоянии. Даже если он прошел какую-то коротенькую специализацию. Да, если он прошел какую-то информационную программу такую, да? Ну, информационная программа, скорее, в виде диагностики, чтобы понимать, с чем не работает. Да, чего сторониться, скажем так. Неудачно. Поэтому постпсихотические пациенты – это прерогатива, в общем-то, наверное, специалистов с психиатрическим образованием и дештатистикой подготовки. Ну, я специализируюсь просто на группах с постпсихотиков. Вот, поэтому я это хорошо очень понимаю. Что обострение может вспыхнуть. Да, и надо, в общем-то, где-то понимать, какой объем фармакологической поддержки, какой комплайнс у человека с его лечащим врачом. Вот, хотя допускаю возможность сочетания фармакотерапии и психотерапии в отдельных случаях. Потому что… Ты имеешь в виду, если в одном лице? В одном лице, да. Потому что пациенты, если вести их с первого дня, психозы часто очень сильно привязываются и отказываются от препаратов, поддерживающие терапии, если они куда-то тянутся. Ну, смотри, это же тоже для меня тогда-то тоже как вопрос, наверное, для дискуссии. Что, если я выступаю как эксперт-врач, который ставит диагноз, описывает прогнозы для таблетки, это не отформируется отношение. А если я выступаю психотерапевтически, как бы равные отношения, это другие. Это расщепляет, собственно, клиента? Это расщепляет больше терапевта. Слушай, я сейчас лейбщик клиента, но он вот уже расщеплен. Да, вот так. Вот. Другой вопрос, что расщепляющее действие двух людей, участвующих активно в психической жизни человека, наверное, не меньше. Вот. Когда есть фармакотерапевт и есть психотерапевт, и есть фармакотерапевт, ну, обязательно чего-то скажет, что-то обмолвится, каким-то образом что-то обсудит. И это тоже расщепляющее действие в этой ситуации. Ну, тогда это тоже, наверное, по-другому лишит ответственности. Вот если я там говорила про, допустим, ответственность клиент-терапевта в гештальтерапии, то это какая-то, ну, теоретически говорится, что это равная ответственность. Нет, тут совсем не равная. А здесь она априори не может быть даже равная. Она совершенно не равная, и правовые вопросы совершенно другие. То есть это... Ну, я про психотерапию людей. Вот. Я хочу только добавить еще, что вообще-то совсем наглухо не надо брать людей с интеллектуальной недостаточностью. А ты знаешь, ко мне просто таки не приходят. Я с этим не сталкиваюсь. Ну, бывает, что каким-то образом просачиваются. Ну, мне кажется, что психотерапия – это, в принципе, роскошь. Потому что если человек занят выживанием, ему не до психотерапии, не до депрессии. А если у него сниженный интеллект, то ему тоже как-то особо не надо. Ну, да, это было же не так. Можно это... Такая у меня история впечатлила, кстати, вот про психотерапию, может быть, не в тему ответственности. Как один исследователь жил в разных цивилизациях, где еще цивилизации не дошли, в монгольских степях. Я могу эту историю рассказать. Вот, значит, американец, вождь племени Кочевого по монгольским степям и переводчик садятся. Этот американец спрашивает, ну, вот сейчас там осень. Как вы справляетесь с депрессией, переводчик с монгольского? В монгольском языке нет слова «депрессия». Расскажите, что это? Ну, это вы утром встаете, вам не хочется вставать, вы не знаете, чем вам заняться. У вас такое плохое настроение, этот вожак племени, как смотрит, я просто не понимаю, что значит, я встаю в утро, у меня плохое настроение, или там, где чего-то не хочется делать. Мне там в 5 утра надо подоить, там нахосить, тут покормить, там разжечь, в этот сезон собрать, я не понимаю, как это? Ну, и вот в таком жизненном ритме, когда все расписано близко к природе, и речь идет о выживании единения из природы, я думаю, что особо психотерапевтические запросы не рождаются. То есть для меня вообще психотерапия – это порождение социума, больших городов и атеизма. И вот то, про что пишет Патриарх, про симулякры, про феномены, что ли, второго порядка, про символические объекты, там, деньги, когда труд ничего не производит, а есть как бы люди, которые перепроизводят, перепроизводят, перепродают. То есть это теряется смысл жизни, и человек начинает в поисках смысла жизни приходить, допустим, в психотерапию, или там сидеть, медитировать. Вот поэтому, я думаю, что так с низким интеллектом это. В племени может быть не столько низкий интеллект, сколько другая сухая. Нет, в племени есть выживание, есть выживание, а есть интеллект. Я считаю, что люди, которые уже не выживают, а имеют какие-то свободные средства, немножко интеллекта, что психотерапия это воскресенье, без психотерапии, я думаю, нужно прожить, но не стоит. Ну, конечно. Скорее, есть еще какие-то вопросы. Из-за лица низкой позиции по отношению к всему остальному. Ну, сердце его своеобразие. То есть это... Предусмотреть это... Ну, то есть можно про это подумать и предположить, но, опять же, это не про то, что я знаю, я как психиатр, там, знаю, чем это может закончиться, поэтому я так, куда не ходить, сюда не ходить, здесь не ходить. Вопрос тогда моего, каждый раз моего выбора, что я делаю, потому что я понимаю, чем, возможно, это может закончиться. Тогда готова я рискнуть или нет? И если я готова рискнуть, то готова ли я нести ответственность за последствия? Ну, допустим, если я приглашаю клиента на интенсив, и с ним там чего-то случается, то тогда готова я нести ответственность, там, вызывать врача, там, ухаживать за ним, обеспечивать его дорогу домой, потом курировать его медикаментозное лечение. То есть если я готова, не вопрос. Я ж не Господь Бог, я не знаю, кто, от чего умрет, что с ним случится. Ну, так в том-то и дело. Тогда это действительно этический выполн, не моральный, а этический. Ну, это не мораль для меня, это больше про правила установки. А этически это какой-то комплекс моего опыта, жизненных ценностей, моих принципов, моего актуального звука. Часто это всегда предполагает некоторое нарушение. Мораль. Ну, некоторый риск. И правда вот это... А крайне плохо. Потому что, конечно, если я возьму себе какого-то сложного клиента, который имеет в своем опыте какие-то психотические эпизоды, ну, это будет вроде не морально. Но если, слава Богу, если все, как Женька говорит, после четырех госпитализаций, его же кто-то поддерживал в этом процессе... Ну, для меня это такая тонкая грань, знаешь, между профессионализмом и творчеством. Потому что в Гештаде очень часто муссируется понятие творческого процесса, ну, как ресурса, как развития. Да, но если это безосновательно, то есть если это без какой-то базы, просто в этом, конечно, много есть энергии и какого-то такого даже детского подхода, то, что дает мне вот... освобождает меня от каких-то ограничений, грубо говоря, взрослых. Но если у меня нет базы, допустим, ну, это большая разница. И это очень тонкая грань. То есть, естественно, если говоря об этике, то это, ну, формирование личности, и это только то, что я вношу в поле. Но и вопрос моего выбора, какое поле я формирую вокруг себя коллегиально, имею в виду. И вопрос, готова ли я нести ответственность за последствия. Да, что я поддерживаю с коллегами своими. Я не знаю, чем это закончится, но если я готова нести ответственность. Ну, просто когда ответственность становится, ну, скорее, не одномоментным, не одномоментным актом, а некоторым процессом. Этический выбор каждый раз. Когда я выбираю, я действительно готов нести ответственность, а то вкладываться. Вот если я, например, заключаю контракт с клиентом, то у меня есть такое понятие, как информированное согласие. Я точно, да, я обязательно клиенту говорю, чем я занимаюсь, чем могу им заниматься, что неизвестно какой результат, что я скорее специалист по процессу, что ваша жизнь там изменится через какое-то время, но вряд ли это наступит раньше, чем 3-4 месяца, а в лучшем случае год-два. Что жизнь, наверное, изменится, но я точно не обещаю, что вы будете счастливы и решите свою проблему. Как мне приходят, клятвы, ну я к вам пришла, так проблему с мамой я решила, у меня уже было 10 встреч, длинный терапевт, я говорю, Юлочка моя, похоже, я вас разочарую, проблему с мамой до конца решить нельзя. Можно поменять отношения, снять напряжение, получить из этого какие-то бонусы, сделать выводы. Вот так вот, сейчас вот я тут, как будто это есть некоторое конец, сейчас вот это решу и пойду решать дальше. Сейчас жизнь, она длительная, поэтому я с клиентом обсуждаю, чего я могу, чего я не могу, там рассказываю, чем я занимаюсь, отвечаю на вопросы, задаю им посолства. И тогда для меня очень важно это информированное согласие. И тогда, если человек приходит ко мне в здравом уме и в трезвой памяти, на психотерапию, я у него спрашиваю, у вас психические заболевания есть, он мне говорит, нет, психиатрические аналоги в семье есть, он говорит, нет. Тогда, ну, это его поскольку... Исходим из этого. Да, то есть, что он тоже берет, берет на себя ответственность, что он готов на это. То есть, я не думаю, что ко мне там, ну, ко мне во всяком случае не приходили ни разу клиенты, признанные судом недееспособными. Значит, если тут не признан судом недееспособным, недееспособным именит опекуна, значит, он предполагает, что он травму имеет в трезвом памяти, и в памяти несет ответственность за свои выборы. То есть, тогда это, ну, как распределение ответственности клиента родит. Гарантировать, конечно, никто не. Там, Юра, я хотел открыть, но я помню, какие-то умные книжки относительно недавно, какой-то юбилейской нам, не только такой, профессиональной книжки, что мораль, это больше относится к обществу, тем, к общественной жизни, а этика, это индивидуальные свойства. И когда мы говорим о моральности действия терапевта, то мы говорим о социальной оценке. Оценка, что это, оценка. А если мы говорим об этике, мы говорим о внутренней совести собственной. Их это как-то разводить надо, потому что есть вещи, которые в терапии, в общем-то, аморальны, ну, как говорит Данилович, но не антиморальны. Вне морально. Да, то есть вне морально. Аморальны, вне морально, но не антиморальны. И это допустимо. А если внутренняя совесть, то есть этический вот этот индикатор сбит, тогда, конечно, получается серьезный провал. Ну, знаешь, то, что тебе со своими этическими нормами, в принципе, или мне кажется, этическим провалом, для кого-то это может оказаться успехом. Закрыстил. Конечно. Но мы не призваны оценивать других, если он не пришел к нас к проведению. Но повлиять на это очень стоит. Не стоит. Для меня даже вот сама формулировка или само название этический кодекс это уже некоторый нонсенс. Потому что это, по сути, моральный кодекс. Если есть кодекс, это уже то, что Женя Гагарин. Это некоторые ориентиры, которые можно этически принимать или нет. Это по факту не про этику. Это про мораль. Ну, в нашем обществе этика и мораль практически иногда даже вот ссылки в некоторые, то этика в скобках мораль, мораль в скобках этика. Да, да. Это как утаница. Она на самом деле очень сильно, мне кажется, останавливает присвоение ответствий. Да. Ну, можно прикрыться за нравственные нормы в мораль в обществе. Ну, в первой французской энциклопедии, которая была из Белавас, там писал Жан-Же Пруссо, и он дал... Этика, мораль, мораль, этик. Да. Дал писать этот Дидро. А Дидро отличался весьма свободным нравом. Вот. И столкнуться с такой корягой тяжелейшей. Там же написано этика, смотри мораль, мораль, смотри этик. Вот. И в конце концов он перешел к удовольствию. Ну, я думаю, что есть этический кодекс, если мы тут упомянули специалистов, которые начинают работать после малого количества образования, то я думаю, пускай он будет. И регулирует хоть что-то. Для тех, кто мало чего. Ну, скорее, насколько я понимаю, Нуро говорит о том, что название не соответствует сути. То есть, скорее так, правда, какой-то моральный кодекс будет. Я не думаю, что мораль не нужна. Я думаю, что она как раз и важна. Моральный кодекс строителя коммунизма. Ну да. А есть ли мораль за общество? Ну, просто вот этот переход, потому что, когда я прихожу к некоторому этическому выбору, я на самом деле переживаю очень важные вещи. Одновременно, скажем, там некоторую печаль, удовольствие. Одновременно. Ну, пользуясь моралью, это, ну, в общем, достаточно такой... Это гораздо другие... Гораздо... Ну, какие-то такие... Более... Ну, там всегда присутствует стыд, скажем. Позволь. Позволь. Как грего? Как грего? Как грего? Так он, конечно. Спасибо вам большое. Я думаю, что эта тема вас затронет. Может, я должен сказать. Спасибо.